Отель Дорфеверт, где мы остановились, находится во владении семьи Радауэр Хабблинг XVI века. Расположенный на берегу очаровательного озера Эрзее, модернизированный, но сохранивший старинные элементы, уютный и с отличным рестораном, отель оставил у нас великолепное впечатление. Место здесь тихое, эдакая деревенская идиллия. Мы заметили, что в вертепе отеля отсутствует младенец Иисус, и во время рождественского ужина с хозяевами и их многочисленной роднёй спросили об этом. Дочь хозяина объяснила, что обычно они помещают младенцу вертеп в ночь под Рождество, символизируя его появление на свет. Но на этот раз в суматохе они забыли это сделать. К следующему утру, однако, младенец Иисус объявился. Мы посетили рождественскую ярмарку в городе Святого Леонардо, расположенном под впечатляющими скалами горы Унтерсберг. На ярмарке мы пили горячий безалкогольный пунш и лакомились домашними имбирными пряниками, купленными у городских детей. Колокола приятно звонили в местной церкви, построенной в 1644 году. При температуре на улице около нуля было здорово погреться у костра из деревянных поленьев. От Святого Леонардо мы начали взбираться по канатной дороге на гору Унтерсберг 1300 метров высотой. Поездка по канату длиной 2,5 километра длится всего 10 минут, но запомнится нам надолго. По мере продвижения наверх пейзаж меняется, и из осени мы постепенно перемещаемся в зиму. Когда кабина проходит поддерживающей опоры, она сильно раскачивается, что вызывает явное оживление среди пассажиров. Во всемирно известном голливудском фильме «Звуки музыки» сцены, когда семья Вонтрап убегает от гитлеровского режима в Швейцарию, снималась именно здесь, на горе Унтерсберг. С вершины горы открывается потрясающий вид на долину внизу и заснеженную скалу с расположенной на ней базой альпинистов. С другой стороны горы проходит 7-километровый лыжный спуск. Если же кто-то предпочтет спуститься по этой стороне горы, ему придется запастись парашютом. Вид при спуске с горы напоминает таковой при посадке самолета, только в замедленной съемке. В Монт-Зее, недалеко от нашего отеля, тоже шумела рождественская ярмарка. Местный костел выглядит слишком грандиозным для такого маленького городка, как Монт-Зее, особенно его внутреннее убранство. На алтаре, по сведениям из интернета, должны были быть выставлены на обозрение кости святых. Однако, как мы не приглядывались, костей не увидели. В средние века, когда эта часть Австрии была Баварией, храм принадлежал Бенедиктинскому монастырю. Эта диорама изображает приход Иосифа и Марии в Вифлеем для участия в переписи населения, где у Марии случились роды. Крепость Хохензальцбург была первой в нашем списке достопримечательностей для посещения. Чтобы туда попасть, нам нужно было сначала пересечь площадь Моцарт Пласс с огромной рождественской ярмаркой. Там же мы наткнулись на водяную мельницу, которая до сих пор мелит муку для 700-летней пекарни Святого Петра. До крепости можно подняться и пешком, но мы предпочли фуникулёр. Построенный в 1077 году – это самый старый замок в Европе. В 1525 году во время крестьянской войны крепость осаждалась фермерами, углекопами и гаражами. Но неудачно. С площадки у крепостной стены открывается захватывающий вид на горы, напоминая сцены из фильма «Властелин колец», только в реальности. Солнечные часы Но, к сожалению, в день нашего посещения они не работали. В 16 веке территория замка была расширена за счёт множества новых построек. Вечером накануне Рождества мы слышали громкие пушечные залпы. Должно быть, стреляли из этой самой пушки. Проходя по этим средневековым улочкам, невольно переносишься мыслями на много веков назад. Похоже, что жить всё-таки стало намного удобнее. У нас были билеты на концерт классической музыки во дворце Мирабель. Но мы прибыли туда на пару часов раньше, поэтому решили погулять по улице. Конечно, и здесь организован Рождественский базар. На прогулке мы также нашли эту интересную арку, от которой поднимается вверх двухкилометровая дорожка к ещё одному из бесчисленных замков Зальфбурга. А это площадь Маккарта с отелем и храмом Святой Троицы, построенным около 1700 года. Чтобы погреться и убить время, мы зашли в кафе-кондитерскую и обнаружили, что это место имеет историческую значимость. Здесь изготавливают и продают знаменитые Моцарт-кугели, покрытые шоколадом марципановые шарики с портретом Моцарта. И, помимо этого, не имеющие к Моцарту никакого отношения. Концерт музыки барокко на старинных инструментах состоялся в красивейшем мраморном зале Дворца Мирабель. Мы слушали Зальфбургскую симфонию Моцарта, концерты Марчелло и Карелли, а во второй части ансамбль поразил нас великолепным исполнением четырёх сезонов Ивалифа. Зал аплодировал стоя, пока музыканты не сыграли на бис. Следующим утром на пути в музей Модерна мы проходили мимо кафе Томаселли, где любил посидеть сам Моцарт. Над старым городом возвышается стаметровая отвесная скала, наверху которой и расположен музей Модерна. Подняться сюда, конечно, удобнее на лифте, чем пешку. К нашему изумлению мы узнали, что не только лифт, но также два четырёхэтажных парковочных гаража расположены внутри скалы, тоннели для которых были пробурены в сплошном каменном массиве. Музей содержит совсем небольшую коллекцию экспонатов, но его стоит посетить только из-за открывающегося отсюда волшебного вида. А это мы со Стивом, запечатлевающий себя для истории. Мы также открыли для себя ещё одно замечательное место на территории музея, называемое Небесное пространство. Элептоидные формы каменная башня с гладкими стенами внутри и большим отверстием в потолке создают удивительный акустический эффект. Когда мы зашли в башню, там была поющая семья из четырёх человек. Это такая традиция в Австрии – петь песни всей семьёй в канун Рождества. Я спросила Стива, не пожелает ли и он спеть что-нибудь? И Стив запел «Тихую ночь», единственное, что он знал на немецком. Семья, которая к тому времени была уже на выходе, вернулась и подхватила песню Стива, а потом они спели ещё несколько. Это было чудесно. Стив запел «Тихую ночь» Звучит петь песни. Семья, я пришла к тому, что он был в башню, Звучит петь песни, Звучит петь песни, Звучит петь песни в тихон, Звучит петь песни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В канун Рождества улицы Старого Города празднично иллюминированы и заполнены туристами У Стернбрау, производителя традиционного австрийского пива, есть популярный ресторан, а перед ним опять же рождественская ярмарка День после Рождества мы полностью посвятили поездке в Ранзао-Ам-Дахштайн Это маленький городок в предгорье плато Дахштайн и популярный горнолыжный курорт В Ранзао, как и обратно, нас доставил туристический автобус Дорога была живописной, особенно когда автобус взбирался на высоту в один километр по извилистой горной дороге Все время, пока мы были в Зальцбурге, там периодически шел дождь И мы боялись, что запланированное нами катание на санях с упряжкой лошадей Наша рождественская фантазия Не состоится из-за отсутствия снега Но, к нашему восторгу, оказалось, что за день до тура в этом районе впервые в сезоне выпал снег И шел всю ночь, а на утро высветило солнце Идеальная погода для осуществления нашей фантазии Катание на санях продолжалось два часа Сани снабжены как полозьями для скольжения по снегу, так и колесами для поездки по асфальтовой дороге И имеют электрическое переключение То есть даже если бы и не было снега, мы все равно прокатились бы в повозке с упряжкой лошадей Но картина вокруг была бы совсем не та То, что мы видели, просто захватывало дух На полпути была остановка у ресторана, чтобы согреться кружкой горячего шоколада Этих лошадей называют цыганскими Они короткие и сильные, с длинной гривой и мохнатыми ногами Мы были очарованы тем, как уши у этих лошадок вращаются независимо друг от друга на 180 градусов Лошади так хорошо обучены, что понимают команды погонщика, сказанные даже тихим голосом И мгновенно реагируют на них Кнут ни разу не использовался за всю поездку И мы даже не заметили, чтобы погонщик натягивал поводья Катание на санях было причиной По которой мы выбрали Зальцбург в качестве пункта назначения Планируя такое путешествие, никогда не знаешь, каким оно получится Повезет ли с погодой, удастся ли следовать расписанию Понравится ли увиденное И не помешает ли какая неожиданность Совершенно случайно мы выбрали последний день нашего пребывания в Австрии Для поездки в Ранзав И этот день оказался наилучшим в нашем путешествии Еще дома, глядя на дождливый прогноз погоды на всю неделю нашего отпуска Мы сомневались, стоит ли вообще ехать В этой жизни ничего нельзя предугадать Но мы всегда надеемся на лучшее И по крайней мере на этот раз все сложилось замечательно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!